Всем огромный привет! Особенно молодым хозяйкам. Причем молодость не зависит от вашего возраста. Учтите это. Я сегодня буду вялить помидоры. Я их помыла. Сейчас вытру каждой и разрежу на 4 части. Вы наверное слышали треск, когда я записывала начало видео. У меня жарится коренная оладьба. Муж мой медюшка почему-то не хочет изменить. Я думаю, может быть его наказать, потушить ему капустой с грибами на ужин. И ничего мясного. Обойдется. Я порезала помидоры, уложила их на противень достаточно плотно. На противень постелила предварительно кальку. Можно и пекарская бумага, но у меня нет. Кальку смазала подсолнечным маслом, потому что бывает, что помидоры прилипают. Их потом очень тяжело отдирать от бумаги. Помидоры сверху посыпала итальянскими травами и крупной солью. Сейчас буду отправлять их в духовку, разогретую до 100 градусов. Минимум на 4 часа буду смотреть по готовности. Если у вас есть конвекция, то ее нужно включить. У меня конвекции нет, поэтому я между дверцами и плитой вставлю вот такую деревянную палочку для доступа воздуха. Прошло уже около 7 часов. И вот так вот выглядят сейчас мои помидорчики. Вот на том нижнем противне они больше подвялились, подсохли, чем на этом верхнем. Потому что этот был внизу. Вот эта решетка стояла внизу. Я, пожалуй, даже еще на часок поставлю ее в духовый шкаф. При 100 градусах. Потом буду перекладывать в банку. Вот у меня это примерно все, где-то 2,5 килограмма помидоров. И вот, наконец, помидоры готовы. Они хорошо провялились. Сейчас я их буду перекладывать в банку. Я взяла пока вот такую небольшую баночку, она на пол-литра. На дно нужно залить немного оливкового масла, прежде чем помидоры туда положить. Я ранее собиралась залить помидоры горячим маслом, но передумала. Потому что хранить я их буду в холодильнике. Хоть и масло оливковое в холодильнике твердеет, но все-таки я решила хранить в холодильнике. Горячим маслом заливаю для того, чтобы хранить их вне холодильника при комнатной температуре. Но есть такое мнение, что вкус становится хуже. Поэтому я залью обычным холодным маслом. Нужно, чтобы масло полностью покрыло помидоры. Иначе они заплеснивают. Если даже маленький кусочек будет торчать без масла, будет плесень. Это я вам гарантирую. Вот такие две баночки помидоров у меня получились. Их с двух с половиной килограмм свежих. Баночка то, что слева это 0,5, справа, наверное, 0,3. Точно не могу сказать. Эти помидоры можно использовать в салате, в других блюдах. А я же люблю просто их положить на бутерброд. Очень вкусно с сыром. Попробуйте обязательно. Желаю всем приятного аппетита.